Всем привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть с Wagon Sorcery, как я и планировал, я допармил все три данжа, вот этих вот горячие источники болота и подземный город до такого состояния, что мы с вами можем идти на боссов, этим мы с вами чуть позже и займемся, попробуем всех троих завалить. Естественно, немножко прокачал героев, у нас с вами сейчас основная пачка получается 35-36 уровня, ну а вторая пачка по 15-ю немножко поделал квесты, вот эти вот, которые, собственно, открывают дополнительные умения у наших героев. У некоторых кое-что открылось, некоторые еще, как видите, здесь висят, но мы с вами можем, в принципе, сейчас тоже некоторые повыполнять, вот, и, конечно же, поформил ресурсы для того, чтобы покрафтить доспехи, оружие и так далее, немножко поэкспериментировал здесь, в общем-то, ну и довольно неплохие сетики такие уже собираются, вот у нас и лунные кофточки появились здесь, и нашествие с корабеев мне очень понравилось ожерелье, оно дает неплохой такой буст здоровья, плюс 247, например, вот у нашего Эдди, и того у нас 972 получается, в общем-то, неплохо. У нашего мага появилось новое оружие, шарп провидца, вот такой вот, скрафтил тоже и к интеллекту, здесь дает прибавку и урон, от него неплохой, короче говоря, прям, в общем-то, здорово. Мантия магистра тоже неплохая у нее, точнее, здесь у нас тоже дополнительное ожерелье новое, короче говоря, также лунная кофточка, ну и вот так вот, в принципе, я потихонечку покрафтил, кое-где кое-чего добавил, в принципе, неплохие такие у нас с вами получаются, в общем, и в целом. Также мы с вами сейчас научились крафтить еще дополнительно новое зелье. Новое зелье, это как раз-таки смолистая трава, это из новых данжей, мы ее добываем, и она добавляет 350 единиц здоровья за раз, то есть у нас зелье лечения, которое 250 дает, да, совсем маленькое 150, и хорошие зелье получаются по 350 аж единиц, что, в общем-то, не дурно. Я еще не всех снарядил им, еще не сильно даже крафтил его, потому что у нас с вами и другие еще кучи зелья нужно их потратить, по 250, которые у нас остались, у некоторых вообще еще мелкие зелья, потому что просто они их не тратят сейчас вообще, вот, ну и в целом, в целом, я вот, кстати говоря, думаю, кому это ожерелье дать, может быть, вообще просто сердце любимым продать его, но не стоит не так дорого, 3500 на самом деле, к силе и к природному урону она добавляет, но это разве что какому-нибудь бойцу, но бойцы у нас, как правило, это танки, так же, поэтому они у нас с вами нашествия с корабеев, потому что, опять же, буст нефиговый такой к здоровью, поэтому пока, пускай повисит, пока у нас, может быть, это пригодится, но как знать, вот, ну и будем дальше продвигаться, собственно, также по цепочке квестов. Что ж, я вот смотрю, здесь есть такой квестик, у нас с вами висит подходящие тапки, это у нас для нашего второго ранжевика, да, вы мне поможете раздобыть лапки божьей коровки, понимаете, мы с трубочистом на спор ныряли в колодец, и мою обувь сожрал живущий там крокодил. Сделаем ему, короче, это, по-моему, часть доспеха, если не ошибаюсь, тоже, ну, тут, собственно, все, все эти названия, это части доспехов, либо оружия какое-то, понятное дело. Значит, отдать лапки, и взамен нам дадут самолечение, восстанавливать свой ход 2% от максимума своего здоровья, если не получил урона с момента предыдущего хода. Как-то так. Сложно, но понятно, в общем, 2% восстанавливает, если не получил урон предыдущий ход. Вот, с момента, точнее, предыдущего хода. Неплохое умение, должен сказать я, а божья коровка, я вот, честно, по-моему, это у нас здесь в магической лавке создается, давайте посмотрим, у нас тут тоже куча-куча всякого разного, вот еще ботинки, звездочетки, появились новый колпак с комарохой, это нам все сейчас выпадали, между прочим, в данжах я ничего не покупал. Единственное, за всю игру, что я купил, это вот ту самую кисоньку-мурысоньку, потому что хрен его знает, сколько нам сжать надо было бы. А так, в принципе, оно само все неплохо падает. Лапки божьей коровки, да, вот они и есть, и мы, в принципе, их можем скрафтить, у нас с вами как раз-таки крепкий корнеплод еще остался на один раз, и немножко титановых слитков. Крафтит здесь у нас наша магичка основная, и причем крафтит она со 100% вероятностью улучшенного качества, представляете? То есть она все время здесь большее количество, например, ингредиентов крафтит от этих вот, вот, и всегда лучшее качество. Кстати, по поводу лапок божьей коровки, я что-то немножко не очень уверен, потому что они нарисованы, или это было с панцирем, я не помню. Но почему-то качество не такое, какое нарисованное было. Ладно, давайте пробовать крафтить, короче говоря, в любом случае, 15 секунд на это уходит. Мы сейчас крафтим, посмотрим, что за лапки получится в итоге. Сейчас они дают прибавку нам к броне и к ледяному урона для группы, еще какой-то дополнительный стат дают. Ну, посмотрим. Если что, мы с вами корнеплодов подфармим, это не сложно, точнее, сейчас. О, красное получилось. Ну, конечно, естественно, красное. Как только собираешься квест сдать, сразу все шмотки топовые лезут. Так, а что нам там они дают? Давайте смотреть. К природному урону, к защите от... ну, защита и урон, понятное дело. И добавляют 44 единицы ледяного урона к каждому стену отрядов. Вот, в принципе, это неплохие. Неплохая шмотка получилась. Так, к здоровью, к шансу критического удара. Когда получают урон, все останетели получают хил, ля-ля-ля. Вот, защиты будет меньше, но можно магу, в принципе, было бы их и отдать, на самом деле. Эти лапки. Зеленый гранж. Эти богемные, да, богемные ботинки магистра. Ладно, отдадим по квесту. Пофиг мы с вами тут в любом случае сможем что-нибудь клевенькое накрафтить. Потому что, опять же, магичка у нас супер топовый крафтер сейчас получается. Магических шмоток именно. Так, ладно, давай сдаем тогда. И получаем награду вот это самолечение. Ей, спасибо, конечно, за лапки. Но есть одна неприятность. У меня на спине вскочили черные пятна. А еще мне теперь все время кажется, что у меня шесть ног. И что я умею летать? Нормально. Неплохой такой эффект. Так, и у нас получается ранджевик второй тоже получает дополнительное умение. Новая звезда. Ну да, сейчас видите, у нас тут из-за уровней куча-куча их вылезает. Поэтому нужно, конечно, их потихонечку выполнять тоже. Новая звезда. Орлиный глаз. Герой больше никогда не промахнет. О-о-о. Вот это прям вообще супер, слушайте. Это снова я. Дело в том, что директор дома мод обещал мне специальный костюм, скрывающий полноту. Но для этого нам надо три раза занять призовые места на конкурсе. Боже ты мой. Тут на самом деле много сейчас, смотрю, задач появляется на призовые места на конкурсе. Но будем ходить потихонечку тоже. Выполнять, смотреть. И, кстати говоря, судьи сейчас не такие простые. Им уже не нравятся в подарок обычные вещи. Им нужно реально... Я вот собаке пытался что-то подарить. В итоге она взяла у меня только синюю вещь. И то ничего здесь не открылось. Представляете? Короче, это жесть какая-то. Им, походу, нужно реально какие-то уже там супершмотки крафтить и отдавать их в подарок. Ужас. Но, ладно. Этим мы тоже с вами займемся чуть позже. Давайте сейчас немножко по квесту пройдем. Все-таки безымянный. Да, у нас с вами нужно убить безымянного. Я так понимаю, что это, скорее всего, наверное, в болотах. Ой, точнее, в горячих источниках. Товарищ безымянный. Тут какой-то змей наверняка. А тут тоже какой-то хрен пойми, кто такой вообще. Вот. Ну что ж. Давайте на всякий пожарный случай. Я не знаю. Сейчас проверим, во-первых, снаряжение. У всех ли есть все, что нужно. Да, у нашей пати все есть. Зелья имеются. Это хорошо. Пускай тратят тогда их. Мы давайте их бафнем, естественно. И отпустим, собственно, в путь. У нас тут появились новые бафы, кстати говоря. На вампиризм еще тоже очень хорошие. Поэтому обязательно это сделаем сейчас на всякий пожарный случай. И в библиотеку зайдем для того, чтобы дальше изучать. Так, навыки. Ну, у нас с вами здесь уже все изучено. Остается только верхняя ветка, получается. Я так смотрю, да? Без защиты. Ну, поехали. Она дешевая довольно-таки сейчас. Так что спокойно изучим. Что ж. Давайте, значит, Эдди. А я могу, интересно, два раза бафнуть? Ну-ка, купить. И что, будут отоборжаться? А, нет. Слушайте, походу, только последний вампиризм. Но мне вампиризм и нужен, на самом деле. Пускай будет вампиризм лучше. Пускай будет вампиризм. Так. Так, чтобы они восстанавливали некоторое количество здоровья при ударе. Хотя бы чуть-чуть. Ну, мне кажется, прикольно будет. Так, вампиризм. И тебе тоже вампиризм давай. Все, всех бафнул. Все готовы. Я думаю, да. Ну что, отправляемся тогда в бой? Поехали. Я думаю, что сейчас, в принципе, должно довольно так же без проблем пройти все это дело. У нас тут с вами появились новые навыки. Кстати говоря, мы с вами можем теперь броню урезать у врагов. Можем их карать. Уничтожает монстра, HP которого меньше 150 единиц. Становлю 150 единиц здоровья всем героям в группе. Представляете? Всем. Всем. Вообще всем. Ну, это если только меньше 150 единиц у монстра. Снижает показатели брони на 10. Тоже, в принципе, можно применить довольно дешевое заклинание. Кстати говоря, 10 маны всего лишь требуется. Ну, и по-прежнему у нас с вами есть огненная стрела и лечение на группу или на одного человека. Аж в двух экземплярах. Так что сейчас дойдем до конца. Ну, как видите, у нас очень много HP. Плюс еще подхил идет практически постоянно небольшой. Так что проблем быть, я думаю, не должно. Но у нас и на боссе тоже, у нас уже очень такие мощные ребят с вами получаются. Забавно шарик выглядит какой-то, знаете, с восьмерочкой. Прикольно. Утка тоже новая, кстати говоря, у нашего. Опа. Ага, вот и босс. Так. Давай посмотрим, что ты можешь. Сколько у тебя HP будет, интересно? Ух, ядрич колотить. 1750. Так, я тебе броню-то подрежу, слушай. Она еще и уклоняется. Нихера ж тебе. Так, давай всех хилим. Всех хилим. Что-то как-то они, да, промахиваются по ней прям. Минус, слушайте, это что-то жестко. Это жестко. Так, у нас уже... А почему ты здесь осталась? Не, мы не затащим с вами, слушайте. Ну да, это что-то было совсем супер жестко. Нам, видимо, с вами нужно прокачиваться. Нам с вами нужно прокачиваться, потому что это явно... И главная моделька здесь осталась. Так, что мы с вами заберем? Заберем мы с вами... Давайте денежку, наверное... Блин, ничего не успели забрать. Какую-то ерунду забрали. Что ж, я, честно говоря, думал, что мы с вами сможем одолечь. Но, видите, получилось, что нет. Значит, нам с вами нужно что? Нам с вами нужно прокачаться еще чуть-чуть побольше. Прокачаемся, тогда будем пробовать. И, возможно, все-таки нужно еще более качественную броню делать. Хотя, казалось бы, у меня и так там уже прям все супер. Ну, реально, лунная кофточка отличная. Здесь немножко... До брони везде одинаково, на самом деле. Уровень 12, уровень 11. Лже-корону, на самом деле, что это такое добавляет? Отупление. Снимает интеллект носителя, но он повышает силу, повышает выносливость. Но, кстати говоря, вот это можно тоже, мне кажется, нашему. Попробовать Эдди напялить. Лжедоспех. Ледяной урон группы дает. Вовсе не сапоги. Ледяной урон также группы дает. Батеньки страданий. Разбег. Ну, в общем, короче говоря, выбор-то есть. Выбор есть. Можно вообще все на вампиризм попробовать напялить на него. Найти такие шмотки, которые на вампиризм. И вот еще рунный костюм у нас с вами появился. Брони дофига, видимо, дает, кстати говоря, тоже новенькое. Тут костюмы снеговика появились. Очень много всего разного. В принципе-то, в принципе, дамаг был неплохой, я так подумал. Но вот промахи, конечно, не хватает. Немножко ловкости получается у нас с вами. Так, а у кого у нас без промах? А, ну это вообще в другой патте будет, получается, да, скилл без промаха. Жаль. Но ничего, ничего, мы так с вами походим. Сейчас там, конечно, когда, кстати говоря, проигрываешь катку, скажем так, да, то там отказываются проценты, поэтому приходится немножко заново ходить там и дофармливать. Ну ладно, я сейчас тут ману восстанавливал нашим ребятам. Давайте попробуем что-нибудь сейчас покрафтить тогда, наверное, да. Возможно, попробуем на конкурс сходить. Может быть, что-нибудь займем в итоге. Нам с вами еще нужно нанять двух героев для того, чтобы у нашей Казуки появился тоже отчаянный при уровне здоровья менее 10%. Герои делают два хода подряд, что, в общем-то, тоже неплохо. Но для героев нам с вами тоже нужно очень много денег. Благо сейчас, вот, допустим, последние шмотки, они стоят довольно дорого. Поэтому это будет для нас довольно-таки беспроблемная ситуация, скажем так. Давайте еще раз сходим, чтобы там опять 100% забить. Вот. И сейчас они сходят, короче говоря. Я их верну на место крафта и будем крафтить, да, деньги, собственно, делать. Нанимать еще двух героев. У нас как раз-таки две ячейки здесь осталось. Два последних героя будут наняты. Посмотрим, что за герои. Их, конечно, прокачивать, наверное, сначала не будем, не знаю, потому что у нас, в принципе, так. Сейчас основная пати, нужно на нее упор делать. Но вторая нам тоже, собственно, помогает, поэтому неплохо. Они у нас пока здесь фармят вот эти вот данжики. И они уже и с боссами нормально разбирают сами по себе. И, короче говоря, все у них хорошо. Так, здесь у нас в библиотеке, кстати говоря. Давайте дальше изучать. Мы с вами беззащитность исследовали. Открывают доступ к активному умению беззащитность, которая снижает сопротивление магии указанному монстру. Ну, вот такие вот сейчас дебафы тоже изучаем. Крепкая броня. Так, повышает броню и сопротивление всем элементам. Хорошо, давайте следовать, конечно же. Естественно. Здесь у нас все опять 100% пиздец, да. Пока повременим тогда, сейчас не пойдем на босса. Давайте в крафтильню отправим всех наших ребят этих. Замечательных. Посмотрим, что они там. О, у нас на самом деле куча всего. Так-то может быть накрафчено. Жалко, мало у нас с вами сейчас желудочного вот этого желе, потому что оно тоже для крафта используется. Я вот сделаю, пожалуй, так. Сейчас пока пущу его на крафт. Давай, это накрафтие, это перекрафтие. Ты тоже давай сейчас здесь немножечко покрафтишь разнообразных ингредиентов, которые тут надобывали. Как всегда, куча дерева на самом деле. Очень много дерева у нас получается. Реально, дерево всегда больше всего. А здесь ты у нас тоже сейчас будешь ситец перекрафчивать. И хлопок дальше. Да, хлопковая ткань еще тоже перекрафтите, пожалуйста. Будь любезно. Посмотрим, что можно сделать. Будет такого несложного, в принципе. Вот эти вот вещи можно крафтить, они довольно легкие, но опять же, нужно корнеплод тогда пофармить. Можно других вещей накрафтить тоже, собственно, попродавать. Вот этих вот вещей можно понакрафтить. Сапоги и лицедея, но видите, тут нужна всевидящая ткань тогда. Ну, короче говоря, такие материалы уже не особо простые, скажем так. Но ничего, ничего. Пускай сейчас они пока фармят дальше, а мы сами здесь будем крафтить. Попробуем сейчас какие-нибудь вещи, еще не знаю, из не слишком дешевых. Попробуем отдать этим судям. Но что-то у меня такое ощущение, что нифига не получится. Это жрель я не хочу отдавать пока, потому что, ну, капец, ну, типа оранжевое, красное, там, качество какое-нибудь, желтое. Вот, поэтому пока что так. У нас немножко деньжат с вами есть. Давайте пока, наверное, поднимем уровни нашим ребятам. Так, ну, Эдди давай еще поднакачаем. 7 тысяч. И давай, наверное, Розалин с Кадзуки тоже поднакачаем. Так, хотя бы до 36-го. Вот, еще денег хватает, отлично. И Кадзуки прям, давай, 37-й тоже уровень сделаем. Сейчас остается тысяча у нас с ними монет. Не так, чтобы прям очень много, но мы сейчас с вами легко это все дело крафтом перебьем. Кстати говоря, у нас с вами также появилась еще новая бижутерия. Сердце любимое, как раз таки то, что мне дали по квесту, но мы тоже можем крафтить это ожерелье. Модная бижутерия. Привыкание, когда монстра ударяет персонажа, надевшую эту вещь, носитель получает временную прибавку в размере 10-15 пунктов сопротивления тому виду урона, которое, ну, понятно, в общем говоря. Вот эти бижи тоже можно покрафтить. В принципе, они тоже довольно несложно крафтятся. Некоторые из них вообще очень просто крафтятся. И у нас с вами есть из чего их крафтить. И, собственно, таким способом мы можем и денег раздобыть. Например, то же самое нашествие с корабеев. Мы с вами можем пачку сейчас закрафтить. И, возможно, что-нибудь еще лучшее выпадет нашим героям отдать. А тогда с них уже снять и передать, скажем так, на продажу. Так, денежный сглаз дает выносливости, кстати говоря. Смотрите, добавляет неплохо. К брони добавляет здоровье также, кстати говоря, что, в общем-то, тоже не дурно. Возможно. Но 140 здоровья, это вот в этом случае. Если качество лучше, я думаю, он немножко будет больше добавлять. Хотя, конечно, в этом плане нашистый с корабеев выигрывает немножко, как по мне. Ладно, продолжаем пока крафтить сейчас. Забываем их при этом всегда купать в бане, чтобы они были всегда счастливы и довольны. И чтобы лучше вещи и больше вещей получалось у них. Вот. Ну, а здесь пока продолжаем тоже фармить наши данжики. Также новые посоки появились. У нас с вами демонический посох, лунный посох. Лунная призма, да, я месил, да. И Звездная палачка, кстати, довольно тоже интересная вещь. С вампиризмом, вот. Если бы, в принципе, накрафтить такое с интеллектом, то можно было бы на босса, например, дать, попробовать вещь с вампиризмом. Нашу магу хотя бы, чтобы она постоянно здоровье себе восстанавливала. Но давайте, в любом случае, у нас с вами ингредиенты имеются. Мы с вами все-таки как-никак нафармили. И поэтому сейчас мы прям целую очередь сделаем. Возможно, что-нибудь невероятное из этого выпадет нам с вами. Ну, я думаю, что скорее всего... Ну, понятно, что фиолетовые, там красные сейчас будут выпадать, потому что стопроцентный шанс у него успеха. Ну, видите, красные. Но главное, чтобы там был интеллект. Было бы вообще прям супер тогда. Ну, а так, в любом случае, можно будет продать это добро. Поэтому не пропадет, знаете, даром. Это уж точно. Так, вы пока тоже давайте опять идите фармите. Здесь у нас ребята продолжают крафтить. Тут фиолетовый тоже какой-то еще упал, смотрите-ка. А, сколько у тебя еще? Ну, здесь... А, ну, немножко осталось. Хорошо, а тебе? Ну, тебе еще множко, на самом деле. Ну, ладно, крафтите пока. Сейчас посмотрим, что у нас в итоге с посохами получится. Так, два фиолетовых, один красный. Неплохо. Я считаю, что неплохо идем. Посохи готовы. Довольно много красных у нас у меня получилось. Ну, три красных и три фиолетовых. Не дурно, слушайте, из шести-то. Очень даже не дурно. Так, вы пока дальше опять идите фармите. А мы сейчас с вами сюда зайдем и примерим. Посмотрим что-нибудь такое... К вампиризму, к урону холодом, к природному урону. То есть, на урон и вампиризм. Тут будет минус 131 интеллект. С другой стороны, с другой стороны, как бы и ладно, может быть. Но минус урон, минус защита получается в итоге. Дальше идем. К интеллекту 42, смотрите-ка. Ага. К вампиризму продумалось совсем... Блин, гораздо меньше к вампиризму. Зато есть интеллект 42 получается и к урону холодом. Немножко больше защиты, но урон, конечно, здесь меньше получается. Ну и уровень минимальной требований, да? У шара, допустим, 19-ый, а здесь 17-ый получается. Так, здесь у нас что? К вампиризму, к силе, к урону, к вампиризму, к урону, к урону, к вампиризму. 35 к вампиризму, к вампиризму. Еще дополнительно плюс 3, да? Ну, что-то такое. Я только бы, наверное, если бы вот этот, может быть, попробовал бы. Тут и к интеллекту нормальная прибавка идет даже больше, чем у шара. И... ну так урон будет меньше, естественно. Зато ампиризм есть. Можно попробовать, не обязательно же продавать, сейчас правильно еще. Давайте попробуем вот так вот тогда с ампиризмом. Забавно выглядит такая действительно палочка. Звездочком. Так. Хорошо. Вот у нас шапка магистра зеленая всего лишь навсего. Я покрафтил бы еще их, на самом деле, чтобы качество улучшить. 4 зелья у тебя еще есть. Нормально, используй пока. Так, а вот эти вот звездные палочки, в принципе, фиолетовые 3 штуки. Мы, наверное, можем даже с вами попробовать отдать в подарок. Хотя они, конечно, довольно дорогие. Но с другой стороны мы с вами это все накрафтим еще. Так. Давайте сюда тогда пробуем. Держите. Тебе подарок такой. Тебе подарок такой. Тебе подарок такой. Надеюсь, что за эти подарки нам хоть что-нибудь да откроется. Ну давай смотреть. Подарок. Ненависть зеленый. Серьезно? И все? Вот один пункт только открывается, представляете? О. Так. Пожелание. Зеленый. Ненависть. Гранж. А у тебя что? Ну и вот так вот, походу, нужно еще подарки дарить, 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 дарить. И смотреть. И потом уже крафтить из этого расчета шмотки. И тогда как-то так героев разодевать. И смотреть, что из этого получится. Вот это очень много всего. И, короче говоря, я думаю, что просто проще пойти да попробовать. Свои силы в том, что есть. Тем более, с вами сейчас всякие радужные костюмчики там есть и прочее, прочее, прочее. Вот это добро. Я думаю, хоть какое-нибудь место там третье, второе да займем с вами. И поднимем немножко престижа деревни, конечно же. Так, что у нас там все-таки по деньгам? Все плохо сейчас пока, потому что ничего не продаем, да? Я думаю, продаем вот эти вот вещи тогда. Сердце любимое все-таки тоже продам. Мы можем крафтить это добро. И если что, нам там всякое что-нибудь интересное выпадет. Все продаем. Вот это вот звездные палочки. Сердце любимое. Шар оставляем, потому что шар, скорее всего, будет у нас носить маг, как минимум. Так, усталость. Давай мы тебе восполним эту усталость. Немножко денег у нас с вами появилось. Давайте что-нибудь еще проапаем. А, ну, например, тебе уровень апнем. Да, еще 37-му тоже, чтобы вообще равная апатия у нас с вами была. У нас появилась, по-моему, возможность сейчас изучить, да, могучее здоровье. У нас появится баф еще в церкви теперь, который увеличит максимальный запас здоровья. Что, в общем-то, хорошо на самом деле. Как по мне, потому что здоровья, ну, очень много нужно. Вот. И с этим мы с вами будем, конечно же, еще разбираться. Так, далее, что мы с вами сейчас делать тогда будем. Давайте посмотрим, что у нас с вами есть в кузнице. Что-нибудь интересненькое, может быть. Рунный шлем. Вот я все-таки хочу глжедоспехом. Прийти вовсе не сапоги. Попробовать их скрафтить. Ну, они хотя на 12-й уровень, получается, честно. У нас в чем надет? Одет. Разодет. 11-й лунная кофточка, да? Ну, тут выносов это неплохо так дает, на самом деле, что хорошо. Так, 8-й уровень. Вот маску бы какую-нибудь ему скрафтить, да? Сапоги снеговика, в принципе, тоже к здоровью дополнительно дают 170. Неплохо. Можно еще поиграться с сапогами тогда, я думаю, да? И, в общем-то, с маской для нашего Эдди что-нибудь придумать. Так, сапоги, сапоги. Какие можно сапоги себе крафтить? Давай смотреть. Вовсе не сапоги. Это получается ледяной урон для группы. Ну, такое. Ботинки. Здесь что дает? Разбег. Это дополнительный урон с первого удара дает. Ну, такое. Так, диадема с вампиризмом, кстати говоря. Смотрите-ка, штукенцы. С вампиризмом. Ну, это такое тоже. Лунные туфли. Вот. Лунные туфли также выносливость дают. Броню. И что-нибудь еще, да? Нужны эти слитки все. Железные доспехи. Шлем страданий. А еще есть вот такие вот интересные железные поножи. Они дают шанс уклонения для всей группы. Увеличивают шанс уклонения для группы до 10%. Это, я так понимаю, только зеленое качество. А если оно будет, допустим, выше, то, скорее всего, шанс будет выше. Еще происходит дополнительный эффект. Блин, а если вот это вот тоже добра попробовать накрафтить, может быть, что-нибудь интересное получится. Было бы здорово. Ну, либо лунные туфли крафтить. Тоже и здоровье получается. Но туфли у нас, точнее эти, снеговика, ботинки, да? Сапоги, как где-нибудь там? Сапоги, сапоги, сапоги. Снеговика. У нашей Кадзуки, например, вот туфли художника синенькие. Можно с этим тоже поиграться немножко. И что-нибудь интересно ей постараться выбить. Туфли художника дают плюс к ловкости, да? Увеличивают сопротивление магии всем членам группы, кстати говоря. Что тоже, в общем-то, неплохо. Ну-ка, давайте смотреть. Костюм художника. Он еще здоровье дает. Так, шапочка художника дает сопротивление магии. Шапка, понятно. Так, моряка. Ах, рубашки, пугало, костюм с космическими сапоги. День охотника. А тем временем у нас с вами здесь новый чертежик выпал. Посох проникновения. Я вот не помню, был у нас такой? По-моему, не было. Давайте посмотрим, что за посох. Так, посох, посох, посох. А где он? А, он типа еще не появился, потому что мы не пришли, что ли? Или он уже был? Сейчас посмотрим еще раз. Так, все, эти закончили. Посох, посох, нет, вот посох проникновения. Что он дает? Он дает физический урон, броня для отряда, увеличит броню всем членам группы. Я вот что подумал, может быть, попробовать вообще, знаете, что сделать? Попробовать, нет, не выносливость, на ловкость бы что-нибудь найти. И всем ловкость немножко увеличить. Ну, либо прокачивать уровень дальше, потому что с уровнем она так или иначе будет расти у всех ловкость-то. Вот, но было бы здорово что-нибудь на ловкость найти, и тогда бы они бы не промахивались, как сейчас промахиваются. Но, опять же, все со временем будет. Так, что у нас, во-первых, давайте здесь посмотрим. Еще осталось. Баф появился. Изворотливость. Открывает повышающий шанс критического удара и уклонения героя. Ага, в сауне. Ну, давайте, давайте исследуем. Это вроде как последнее, да, я смотрю, исследование. Все остальное у нас уже с вами все завершено. Да, так и есть. Ладно. Эдди, зайди-ка пока сюда. Сейчас кое-что хотел посмотреть. Блин, мало слитков получается. Ну, давай, есть шанс, что ты в два раза больше сделаешь. Хоть и небольшой, кстати говоря, у тебя шанс. Ну, так или иначе. Иди пока тоже сюда в свою крафтильню сейчас. Посмотрим, что нужно сделать здесь тебе. Да, в принципе, пока ничего особо не нужно. Вампиризм. Билет лицидея, да, у нас дает. Что у тебя сейчас на голове? У тебя на голове сейчас шапка магистра, которая дает тебе нехилую такую прибавку к интеллекту, вроде как, если не ошибаюсь. Сейчас проверим. Шапка магистра. Да, к интеллекту 36 она тебе дает. Блин, ну, на счет интеллекта, конечно, хотелось бы. С другой стороны, там, конечно, тоже есть вариант поймать интеллект, как бы, потому что тут есть еще дополнительный скрытый параметр. И если повезет, ну, только если повезет, то берет лицидея, конечно, нам с вами подойдет. В принципе, с ампиризмом еще он будет. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте покрасим сейчас всевидящую ткань тогда побольше, сделаем ее. Но тут, как бы, можно просто десятку сделать, она сразу 20, тебе как минимум 20 выдаст. Вот, поехали, создаем тогда. Все, на тебя надеемся все и ждем от тебя материалов. Ты материалы сделал, но, скорее всего, вряд ли больше, чем надо, да? Точнее, больше, чем заказывали. Сейчас бы... А, ну, мы можем по-другому это посмотреть. Так, иди сюда. 16 всего получилось. Получается у нас с вами, да? Но лже-корона я вот хотел попробовать все-таки. Потому что, во-первых, будет прибавка к силе. В любом случае, интеллект ему не особо нужен, как бы. Ему нужна именно сила и выносливость. Еще плюс какой-нибудь один параметр. И две штуки мы с вами сможем скрафтить. Давайте две сделаем. Может, что-нибудь клевое получится из этого. А может, не получится. Не получится, так ничего страшного. Продадим, в любом случае, деньги нам с вами нужны. Так, иди тоже обратно в крафтильню свою. Расслабляемся. Иди в крафтильню. Так, что тебе здесь можно все-таки сделать? Ну, вот опять же, смотрю доспехи. И ничего такого прям конкретно на ловкость-то и нету. В общем-то, если где-то кое-где вампиризм присутствует, кое-где что-то еще. В общем, короче, знаете, это нужно действительно крафтить и смотреть, подбирать уже по параметру. То есть, повезет, значит, выпадет. Не повезет, значит, не выпадет. Бахчевая поддержка. Забавный арбуз. Не знаю, что он делает, как он стреляет вообще. Ну, весьма интересная штука. Кто-то надает самопожертвование. Ну, это члены группы получают лечение в размере дайс. Если урон по ней проходит, то остальные все, типа, лечатся. Компактный арбалет с выносливостью, кстати говоря. И с каким-то еще параметром. Можно две штуки скрафтить, попробовать. Давайте так и сделаем, кстати. Может, вдруг что-то интересное вылезет. Че, пускай крафтит тогда. Как-то так. Так, там у нас с вами готово вроде бы уже здесь эти новые штуки, да? Вот, одна корона получилась хорошая. На 12 снижает интеллект носителя, но на 9 повышает, грубо говоря, его силу и на 9 повышает с половиной, да, его выносливость. Гламур, свек, ля-ля-ля. К защите от природного урона, к защите от огненного урона. Но... Давайте попробуем напялить корону. Блин, как будто бы защиты меньше будет, на самом деле, физической. Физической точно меньше станет. Она сейчас 1366, а будет... А, нет, слушайте, больше стало. 1405. Корона, конечно, та еще еще. Знаете, такая курточка, она как бы открытая немножко. Получается забавно, и выглядит, конечно. Пока тоже маску продавать, наверное, не буду. У тебя, в принципе, корона всякая лучше получается. Получается минус интеллект, но плюс сила и плюс выносливость. Нам так и надо. Нам интеллектному вообще не нужен, пускай урезают. А вот здесь идет... О, новые арбалеты красные, ни хрена себе. Ну-ка, смотрим сейчас, давайте проверяем. Проверяем, проверяем. Так, ну тут конкретно урон, конечно, порезан. Зато защиты больше на 120% уже будет целых. Стоит это добро 15 тысяч почти. Радужный гранж. Ну, такой себе, на самом деле. Плюс к выносливости, плюс к урону, плюс к урону. А здесь чего? К интеллекту и вы... Жесть какая-то. Интеллект и выносливость. Ну, вот, и что, нам могу, что ли, давать? Что-то нам как бы от этого не тепло, не холодно будет. Нам надо что-то с ловкостью, хотелось бы. Тут хотя бы курица к ловкости дает неплохую прибавку. Ну, пока ее оставим тогда. Тогда ее, в общем-то, и оставим. Можем продать корону и можем продать два арбалета. Немножко денег таким образом с вами сейчас заработаем. Давайте так и сделаем. Так, продаем 14 тысяч, 14 тысяч и продаем корону за 5 тысяч. Вот, 36 тысяч у нас с вами есть. Можем проапать как раз-таки героев на эти деньги самые. Вот так-то. Хорошо, что еще можем с вами покрафтить? Давайте посмотрим, чем-нибудь в магическую лавку зайдем. Здесь у нас уже все сделано. Я хотел крафтить берет, отдалится идея. Давайте сделаем, наверное... Да можно прям сколько? Можно прям все попробовать перекрафтить. Может быть, а вот что-нибудь с интеллектом получится. Давайте так и сделаем. Может, повезет нам с вами на сей раз. Как раз-таки все почти ингредиенты и потратим, блин, жизнь. Фармил, фармил. В итоге вот такая вот штука получается. Просто за секунду все улетает. Ладно, пока они там тоже крафтятся и все делают, давайте их проапаем. Так, эти ребята, вы пока не стойте. Идите дальше. Добывайте ресурсики нам. О, сразу красный получился. Балдеж. Так, значит, мы тебя приподнимаем. Скажем так, уровень, да, у тебя? У тебя тоже уровень апаем. И у тебя уровень апаем. 38 уровень. Не знаю, может быть, попробовать до 40-го докачать и на 40-м уже идти фармить босса, скажем так, пробовать. Плюс еще немножко все-таки ловкости пооднимется у них тоже. Хотя вот написано, ловкости написано, что влияет только на шанс уклонения, зависящий от разницы в ловкости между героем и его... А, ну хотя, наверное, это в его сторону тоже работает. То есть шанс уклониться именно у монстра от наших атак. Поэтому да. А ловкость, на самом деле, я смотрел, там такая, знаете, весьма прокачанная у всех, у монстров. А у босса так, наверное, вообще пипец какая прокачанная. Так что тут, конечно, у нас есть шанс, наверное, только у Кадзуки попасть как следует. Может, Кадзуки скараптят тогда какую-нибудь... Что ты носишь у нас в ловкости сейчас, Кадзуки? А, ну ты скоробеев носишь. Плюс к ловкости тоже дают. Надо еще, наверное, на шестой покрафтить. Может быть, выбьем что-то более мощное с большей прибавкой к здоровью. И что-нибудь еще интересное будет. Побольше ловкости, может быть. Так, а что по скоробеям у нас там получается? Иди-ка сюда, дружище. Сейчас будешь крафтить у нас тогда скоробеев, наверное. Фига, там все у нас береты, что ли, красные получились? Жесть. Так, давай-ка обратимся сюда. А тут вообще два, смотрите, да, получается параметра. А тут тоже два параметра, может быть, рандомных. Жесть. Жесть. Ну, хорошо, давай скоробеев, так скоробеев. У нас, благо, есть еще чего скрафтить. Поехали. Плюс здоровье и плюс еще какие-то параметры. Надеюсь, на ловкость. Давай прям много-много штук сделай. Хоть что-то должно у тебя апнуться, я надеюсь. Посмотрим, как это будет получаться. Так, ладно, а здесь у нас с вами получается скрафтились береты. Давайте смотреть тоже на них. Все реально красные, охренеть. Вот это она накрафтила. Жесть какая. Но тем лучше, на самом деле. Так, к вампиризму, к защите. К вампиризму, к выносливости. Ну, короче, хрен нам и не интеллект, походу, дело, да? К вампиризму, к шансу, к шансу. К вампиризму, к ловкости. К ловкости, кстати говоря, смотрите, как защита от физических атак. К вампиризму также есть. Может быть, напяним. О, сразу там что-то огрейднулось неплохо. Так, а у тебя получается сейчас что? Угу. К ловкости, но при этом урона будет меньше, потому что здесь дополнительный урон, видимо, да? Да, урон от тьмы получается. Но будет больше ловкости так-то, слушай. Это не дурно. К вампиризму, к защите. Но с интеллектом не повезло нам с вами, к сожалению. Поэтому я бы не хотел, наверное, тратить наше 36 интеллекта, убирать. Вот так-то прибавка нехислая идет. Вот, поэтому оставим при своем мага нашего. А вот все-таки тебе нужно подумать. Может быть, что-то получше будет. Но стоят они явно дороже. Но вот, блин, минус урон. И здесь получается ткань, а здесь получается металл. Защиты точно явно станет меньше. Физическая именно. Да и прибавка интеллекта здесь... Ой, этого... Вампиризма не самая большая. Плюс 20 к вампиризму. Хотя с другой стороны... Ну и хорошо. Пускай хоть чуть-чуть будет, правильно ведь? Я думаю, что да. Давайте, ладно, пока тоже вот этот вот шлем страдания продавать не буду. Попробую просто сейчас вот так вот сделать. А, нет, слушайте, даже больше получается защиты-то так-то. Вампиризм 20. Ловкости еще больше. Так, а в чем мы теряем? 561, 500... А, мы теряем в мощи 528. Ну и ладно. Ну и ладно. Попробуем сейчас с маской пройтись. С красненькой. Может быть, повезет. Так, мы не продаем, получается, сейчас маску пугла. Мы не продаем шар провидца. И мы не продаем шлем страданий. Сейчас еще докрафтится у нас там с вами ожерелье все. Давайте расслабим наших ребят. Посмотрим, что кому можем напялить. Я не знаю. Попробуем, наверное, еще на босс сходить. Сейчас, может быть, еще деньги все останутся. С продаж там появится. Проапаем их еще насколько возможно. И попробуем уйти. Сейчас у нас там еще улучшение закончится. Мы с вами будем... У нас манна есть. Так что, может быть, и получится на сей раз. Может быть, повезет, как знать. И вот тут же первое. Смотрю нашествие. Правда, синее. Но оно с ловкостью. Смотрите-ка. 225 к здоровью. К урону холодом. И к ловкости. А ну-ка, 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 лучник. Давай-ка, смотри сюда. Да, оно явно лучше. У нас, кстати говоря, там с вами закончилось изучение. Оно явно лучше. Лучше, чем фиолетовое. Жесть. То есть тут 225 к здоровью будет. К ловкости будет 27, а не 21. И к урону еще дополнительному. Слушайте, хорошо, хорошо, давайте. Мне это нравится. Так, ну-ка. Да, 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 да. Отлично, отлично. Хорошо, прям здорово. Здесь к ловкости тоже получается. Где-нибудь еще ловкость есть? Или что-нибудь похожее? Так, ловкости, ля-ля-ля. К выносливости. Так, ну это мало. Плюс 164, что-то маленькая прибавка совсем какая-то идет. К выносливости, к природному урону, к здоровью. К здоровью, к интеллекту, кстати говоря. К здоровью. К здоровью, к интеллекту тоже. Так, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас сюда посмотрим. Но здесь у нас просто куча, целая куча интеллекта. Прям невероятная куча интеллекта добавляется. Что, в общем-то, может быть, для мага это и хорошо, на самом деле. Да, я думаю, оставим тогда... А, ну хотя сейчас давайте других посмотрим, наших товарищей. Вот у тебя что? У тебя здесь к вампиризму совсем малюсенькая прибавка. К ловкости пять. Ой, ну что-то какая-то душная. Давай что-нибудь тебе получше наденем. Вот давай вот это наденем тебе. Хрен с этим с тремя вампиризмами. Просто будет у тебя сейчас зато куча здоровья, куча ловкости. Явно это лучше будет, да? Да, давайте так и сделаем. Сейчас еще раз перемотнем. Все, напяливай тогда это добро. Вот так-то будет лучше. А дальше у наших здесь героев что? Нашествие скоробеев. Тоже, кстати говоря. Так, к здоровью большая прибавка идет к природному урону. Но здоровья здесь, да, здесь, конечно, побольше добавляется. Прям вообще очень здоровья добавляется побольше. Хорошо, пускай будет. Так-с. Как будто красным горит, да? Кажется, ну вроде работает. Хорошо, значит, дальше мы с вами смотрим, что еще у тебя здесь нормальное. У тебя тоже, в общем-то, на 141. Так, а может быть с интеллектом что-то есть? Выносливость к интеллекту. Плюс 100, правда, здоровья всего лишь добавляет. Зато к интеллекту есть прибавочка. Так, к интеллекту 22, здоровье побольше чуть-чуть. И выносливость к природному урону. Ну, ладно, нет, оставим-то, какой есть. Там шанс крита, тем более больше у тебя получается с этим. Да, все, это все продаем остальное. Маски, я так понимаю, вообще все продаем, да? Маски все продаем. Ну, неплохо, знаете, неплохо. 72 тысячи очень даже хорошо, я считаю. Поэтому мы, конечно же, развиваем наших товарищей. Давайте, раз, два. Так, у тебя три, четыре. И тебе пять, шесть. Еще больше ловкости, это хорошо. Так-то мало, конечно, 73 всего. Но так или иначе, знаете, уже лучше. Еще 27 тысяч у нас с вами остается. Окей, оставим пока эти 27 тысяч. У нас с вами сороковой уровень. Вроде бы чуть-чуть их еще получше приодели. Немножечко совсем. Так, здесь у нас вообще все закончилось, да? Все изучено, все прям супер клево, замечательно. Ну, вроде как да. Ладно, хорошо, тогда с этим тоже заканчиваем. Значит, идем давайте сюда. Где там наши? Мак, иди сюда тоже. Ты иди сюда. Так, местами так поменяйтесь, да. Возможно, стоит попробовать сейчас на конкурс сходить. Возможно. Какое там цвет настроения сегодня у нас? Красный. А у нас красный есть у кого-нибудь? Желтый, радужный. Так, у тебя что-нибудь есть красный? У тебя есть красный? У тебя? Так, нет, не у тебя, у тебя. Не особо. Ну, пробуем отправить, пробуем отправить. Давайте уж, повезет так повезет. Мы, в принципе, сейчас довольно модные ребята, мне кажется. Прям вообще все, ух, какие. Поехали на конкурс. Может, в какое-нибудь местечко все-таки займемся. Там третье, я не знаю. Так, смотрите, какой модник с короной. Да, не особо ему это нравится, конечно. Три всего балла. Ну, четыре целых балла. Вау. Так, ну и... Я не того героя отправил, елки-плакинь, хотел отправлять. Да, тоже три. И какой-то чувак уже не связанный с нами. Ну, короче, мы проиграли, понятное дело. Хотя, возможно, этим ребятам они тоже не особо много баллов поставят. Ну, смотрите, тоже четыре такты. А этим сколько интересно будет? Давай смотреть. У нас максимум было четыре балла, если что. Проверяем. О, ну тут, смотри, тут уже прям семь баллов, ничего себе. Так, следующий, пожалуйста. Ага, ну нет, у них хоть и тоже низкие баллы, но чуть побольше. Чуть побольше, конечно. Ладно, накрафтим каких-нибудь клёвых шмот. Ух ты, нихера. Какие-то грабли за спиной у него. Им нравятся грабли? Ну, будем тоже грабли себе крафтить тогда. Ну, короче, понятно, мы нифига не выиграли. Можно даже не продолжать. Ладно, ладно. Так, эти сейчас у нас с конкурса придут тогда. Ну, прохерили, да. Прохерили бывает. Так, ну я нашей паске выдал вообще топовые по 350, которые восстанавливают, если что, тоже на всякий пожарный случай. Пробуем немножко в ином бундировании, немножко прокачанный. В принципе, мы даже, наверное, можем еще с вами еще один уровень всем поднять. Так-то, да? Давайте. 41, 41 и 41. Да, отлично, денег хватило. Слушайте, ну прям превосходно. Замечательно. Вы тоже, давайте, продолжайте, идите, занимайтесь делом. Да-да-да, проиграли, я понял, спасибо большое. Так, ну, а мы с вами пробуем еще раз на босса сходить. Не знаю, получится, не получится. Давайте сейчас, в любом случае, потраим. Нужно пробовать, нужно пробовать. Тысяча здоровья у него, кстати, неплохо. Что у нас там за новые штуки есть? Кара, так, это монстр уничтожает беззащитность, снижается противление всем элементам. А, ну ничего нового не появилось. Блин, забыл про баф, на самом деле. Ладно, попробуем без них, сейчас как пойдет. Может быть, что-нибудь получится. Сразу снизим, короче, боссу, тогда уберем брони немножко. Паду всего лишь 10 единиц. Поджарим его и будем пробовать хилить наших ребят. Не знаю, как-нибудь так. Вот, ему бы, конечно, полное хп сейчас восстановить, не знаю. Посмотрим, что из этого выйдет. Скоро уже до босса доберемся. Можно, в принципе, сейчас его немножко подхилить так-то. Чуть-чуть. Давайте так и сделаем. На 40 всего лишь, ясно. Понятно. Ладно, не буду пока больше тратить манну. Давай, дружище. Вот уже здесь, мы на месте. Все, минус зонтик. И вот он босс. Ну что, дубль 2, пробуем. Дубль-дубль-дубль-дубль-дубль-дубль. Угу. Так, давайте. А можно? Спасибо. Так, на тебе вот так вот. На тебе. Уклоняется. Ну, она просто уклоняется нещадно. Охренеть, как же она лупит. Ну, это жесть. Не, мы с вами сейчас, мне кажется, не завезем нифига. Не вывезем. Мы просто не попадаем. Просто, блин, не попадаем. Вообще, не, бесполезно. Бесполезняк. Ну да, лучше уйти. Лучше уйти, на самом деле. И смысла в этом нет никакого. Что ж, нужно прокачиваться дальше. Нужно как-то ловкость нам с вами качать. Иначе мы с вами тогда и не затащим. Нужно качать ловкость. Не хватает нам ее немножко. Здесь у нас с вами бафи появились в церкви, кстати говоря. Ой. Не то, блин, зачем я это взял. Я хотел вылечить. Вот, у нас с вами появились бафы. Крепкая броня увеличивает на 50 инис показатели брони и сопротивление всей магии. И могучее здоровье это плюс 100 хп. Ну, не то, что прям очень много, на самом деле. Ну, хоть что-то тоже какая-то, знаете, прибавочка будет. Покрафтил очень много шмоток. Ну, там ничего такого особо интересного не выпало. Но зато выпало много денег с продажи этих шмоток. Вот. Поэтому давайте мы, знаете, что сделаем. Мы с ним наймем еще двух героев. Я не знаю, надеюсь, 96 тысяч хватит на двух штук. Давайте сейчас. Если, конечно, там второй не будет стоить 60 или миллион. Не знаю, давайте наймем героя третьего. Точнее, не третьего, а еще одно. А, ну по 30 тысячи есть. Хоши. Что за хоши? Давайте посмотрим. Хоши, хоши, хоши. Ты у нас уровень 1. Ну, понятное дело. 162 рост, 78 вес. Уравновешенный. Работать руками любит. Блин, этот парень так силен. Будем надеяться, что этот здоровяк не попадет под что-то дурное влияние. Ага. Ну, это точно, опять же, видимо, скорее всего, товарищ в доспехах, да? Ну да, да, да. Плюс сила у него идет. Плюс сила. Ясно. Окей. Ну и давайте последнего еще тоже наймем. Товарища, нанять героя. Айден. Некий Айден. Хорошо. Что же за Айден такой? Давайте смотреть. Айден. Кто-то у нас такой. 163, 58. Общительный. Любит гулять, разбирать, собирать и следовать. Вот основополагающий принцип, которым следует Айден в любой ситуации. Что, неужели маг? Ну-ка, давайте смотреть. Айден. Да, маг. Определенно маг. С интеллектом. Но у нас, в принципе, сейчас маги уже более-менее укомплектованные. Пускай повесят. Так, нам, на самом деле, нужно было это сделать вот для этого. Вот для вот этого. Нанять героев 8 из 8. Сдаем, конечно, квест. И у нас, получается, у Кадзуки еще дополнительный... Дополнительный скилл открывается. Хорошо. Воспитание детей. Принести 800 золота. И тогда нам дадут что? Чудо. Наносит 3 удара вместо 2, если повезет. Ага. Это у нас кто, получается? Это у нас... Вот этот вот... Как ее зовут? Господи, всех уже не упомнишь. Морико. Морико. Это тоже маг, кстати говоря. Отлично. Давайте дадим золото. Сдаем. Вот простенький квест нормальный на золото. Мне понравилось. Супер. Так, хорошо. Еще плюс дополнительный навык. Это еще не все. Сейчас, видимо, будет так и сыпаться. Не потому, что у нас уже у всех подходящие, скажем так, уровни. Здоров как бык. Ага. Опять же, она вроде бы, да. Перехват. Имеет шанс 10%. Сразу ответить на атаку монстра контратакой. Неплохо. А что нужно сделать будет? А. Изучено могучее здоровье. Ну все изучено, конечно же, да. Супер. Вот. Так бы сразу, знаете. Так бы все. А то какие-то, блин, места занимать, еще что-то делать. Так, неприятный диагноз. Что ж такое там? Награда 10 титановых... Ой, 5. 5. Всего лишь 5 слитков. И за это нам с вами нужно дать 10 кусков хитина. Вы ведь не откажетесь помочь. Здоровье что-то пошаливает. Лекарь посоветовал меньше есть, больше двигаться, а еще хитиновые примочки. Вы не достанете мне хитина? На, держи. Спасибо. Надеюсь, хитиновые примочки помогут, потому что меньше есть и больше двигаться. Я не жалею. Жизнь всего одна. И жить надо в удовольствии. А, не желаю. Господи. Окей, как скажешь, дружище. Необычное задание. И что же там необычно? Давайте посмотрим. Второе задание связано... А, опять эти чуваки, понял. Связано с экзотическими способами охоты. Слыхал про... Пять штук. Жесть. Пять штук этих арбузов скрафтить нужно. Серьезно? Да камон. Да камон. Пять штук. Это нужно куча материалов. Миллион фарма, куча материалов. И они очень дорогие, на самом деле. А нам за это дадут, что сколько, интересно, золото. Вот только сколько золота? Может быть нам выгоднее, блин, породать их будет. Скорее всего, если у меня такое подозрение, знаете. Я вот знаете, на что не обратил внимания? А вот Кадзуки, она стреляла, попадала хорошо? Интересно, по-моему, по этому повозу или нет? Потому что, если даже она промахивалась, то тут уж, я не знаю, нужно просто как-то переживать это дело. Иначе просто-напросто ничего не получится. Потому что у него-то ловкости, будь здоров. А вот у других, конечно, в разы меньше, понятное дело. Вот даже, например, взять обычного Кирина. Ну как обычного-то, со звездочкой, правда. Но так или иначе, у него 105 ловкости. 105 ловкости, что-то жесть. Что-то жесть, конечно. Ну либо сейчас всем будем прокачивать, копить деньги, прокачивать всем им ловкость тогда. Потому что у нас, конечно, есть еще один товарищ ловкач. Но я не хочу вапать до этого уровня. Так, а у тебя сколько ловкости, например? 108. Слушайте, ну по сотке. Ну это обычные монстры, это не боссы, естественно. У боссов, мне кажется, вообще... А! Ну мы сейчас не посмотрим, к сожалению. Но вот когда пойдем на него в следующий раз пробовать, можно будет, наверное, глянуть точно так же. Я надеюсь, что можно будет глянуть. Тогда, в принципе, все нормально будет. В принципе, с этими шанс нормальный еще, понятно. Тут 108 тоже, но это нормально, более-менее. У этих-то вообще меньше сотки, только вот у этой 200 с лишним, поэтому они к ним правнях едутся по ним. Впадают все время. Но, я говорю, на одной вот этой вот дамочке и не выйдешь на кадзике, к сожалению. А у тебя сколько, допустим, ловкости? Ну вот 82 у обычного монстра. 82, как примерно у наших этих ребят тоже. Ладно, будем смотреть, будем думать. Но нужно ему уровень поднимать. С уровнем тоже там потихонечку все-таки растет все это добро. Поэтому, может быть, нам повезет когда-нибудь. Пока я ходил там подфармливал, немножко нашли еще один рецепт на зелье лечения. Отличное зелье лечения. Это восстанавливает 450 дней здоровья. Я думаю, нам с вами нужно накрафтить как минимум 15 штук, чтобы хотя бы на босса всех вооружить, да? Вот. Я еще также, естественно, подфармил деньжат и уже их потратил, спустил на ловкость с нашим ребятам, потому что я посмотрел, там у всех монстров, в принципе, где-то около... Ну, короче, есть, конечно, и меньше сотки выносливость. Ой, ловкость, точнее. А в основном там все больше стаи, поэтому мы, конечно, часто промахивались. Сейчас у всех, у наших ребят тоже 100 либо больше. Поэтому, в принципе, надеюсь, что шансы есть. Скажем так, больше, чем были до этого. Хотя, конечно, урона тоже колоссально босс наносил. Прям нам с вами очень много. И мы прям реально быстро отлетали. Но также мы с вами промахивались. Если мы с вами не промахивались, то мы бы, возможно, даже его бы и заколотили. Кстати, лол, безымянный-то. Нам именно безымянного уж нужно убить, просят. А безымянный, это у нас босс подземного города. Может быть, нам стоит сходить на него? Когда-то этот монстр жил на поверхности и разрушал целые города, а потом перебрался под землю. Тогда был издан указ, запрещающий произносить его настоящее имя вслух. А я-то что-то... Почему я думал, что это ж не безымянный? Ее зовут Окики. А безымянный-то вот он. Блин, я, как всегда, не дочитаю. Ладно, сейчас пойдем попробуем тогда. Давайте его поколошматить немножечко. Что я делал сейчас? А, я что-то крафтил, да? На продажу что-нибудь? Нет, ничего, все продал. Все, что продавалось, все продал. Ладно, тогда давайте сейчас нарядим экспедицию. Пройдем через подземный город. Возможно, этот босс будет не такой, не знаю, ловкий. Нам, возможно, тогда удастся его удалить. Не зря, что мы попросили именно его побить. Посмотрим, в любом случае, попробуем. Заодно посмотрим на его характеристики тоже. Вот так, ман у нас есть. Все есть, осталось только бафчики, да? Бафчики, бафчики. Ну, давайте сейчас пробафим наших героев как следует. Так, это давай, это давай. И тебе тоже давай, все. И здесь, конечно же, тоже брони немножко подбавим. Прибавим. Так, тебе брони, тебе брони и тебе брони. Ну что, все, поехали в очередной раз, в очередное путешествие. Мы теперь уже в подземный город, в бой. Ха, это наши герои. И, наконец, пункт номер 852. Безымянный. Финальный босс подземного города. А, что, уже заканчиваем? Как гласит легенда, много лет назад Безымянный пробудился и... Начал пожирать мир. Неплохой у него аппетит. Чтобы умилостивить его, прапрадедушка короля отдал ему множество сокровищ, включая сундучок с костюмом. Безымянный все сожрал, успокоился и заснул вновь. Так, стоп, стоп. Если он сожрал сундучок с костюмом, то какой нам смысл искать этот костюм? Есть большая вероятность, что Безымянный еще не успел его переварить. Вам нужно убить его, аккуратно распороть тело и... Все понятно. Мы тогда поторопимся, пока он не успел его переварить. Погодите, еще 74 пункта. Может он наконец умрет от старости и оставит их в покое? Всегда мечтал быть старым болваном, на самом деле нет. Так, ну что? Вот и даже заставочка такая у нас с вами получилась, появилась. А сколько здесь, ребята, интересно, имеют уклонения? Ну-ка, давайте... О, как раз-таки он должен быть... 131, кстати говоря, так-то не так уж и много. Допустим, эти дайкончики, они гораздо уклонен, чем эти ребята. Так, а вот и в лягушке, например. Дай-ка посмотрим на лягушку. 156, но на элит... Блин, я думаю, что там босс тоже такой, знаете, будет прям... Ох, хороший какой. Ну ладно, ладно, мы с вами сейчас попробуем, а там дальше все видно будет. Если нужно будет... Если нас сейчас... Блин, как он нас херанул, ты жесть. Эй, не вовремя вообще, просто жопа какая-то. Мы даже от лягушки сейчас уклонились немножко. Блин, нам подлечиться на самом деле. Что-то как-то больно было, да? Опять уклонились, нихрена себе, мы молодцы какие, смотрите-ка. Ладно, пока ждем. Вот, вот, здесь что-то явно валяется, скорее всего, босс, я так полагаю. Ну а тут будет понятно, надо у нас с вами дальше фармить или мыслить. Да камон, хватит, что за невезучесть такая? Что за невезение? Боже мой, просто максимальное какое-то. До этого ходил нормально, все было, вообще нас не били, а тут просто жесть какая-то. Ладно. Безымянный. Так. Ну мы, короче, с ума, ну потратили с вами. Ну-ка, безымянный, стоп. Так, 250. У него, по-моему, полегче атаки, чем у этой дамочки. У него сила, получается. Но тут хотя бы 250, хотя силы, конечно, у него не занимается. Но тут 250, есть шансы, есть шансы. Если бы они еще были, если бы, блин, нас так не поклоцали. Но мы хотя бы его пробиваем, слушайте. Более-менее. Тут есть реально шанс, что мы... Да, мы его одолеем. Мы его одолеем. Изи. Фу, а я уж начал переживать. Думаю, что-то мы с вами не так делаем. А вот что. Нас-то спасали сюда сначала. Шлем охотника нашли какой-то с вами. Окей. Ладно. Так. И мы с вами его убили. Безымянного. Давайте дальше по козечку идти. Сдать. 700 монет. Победа. Увы, люди короля так, ну, естественно, не нашли сундук с костюмом прапрадедушки и его величества. Зато ваш подвиг будет внесен в главную королевскую летопись. Обалдеть. Что же нам с вами нужно делать дальше? Все цвета радуги. Его величество приказывает героям немедленно отправиться на болото. Горячие источники. Та-та-та-та-та-та-та. Ага. Ну, короче, то же самое. И убить теперь змея. Мы, в принципе, с вами можем попробовать это сделать. Убить змея. Возможно, он тоже не такой уворотливый, как вот этот вот... Я не знаю, что мы с этой будем делать, дамочкой, серьезно. Это просто жесть какая-то. Она сверх-гиперуворотливая. Но будем качаться, значит, будем стараться. Будем пробовать, что еще нам с вами остается делать. Я так полагаю, у нас с вами следующий квест будет как раз-таки убить... Ну, после змея убить ее. Давайте попробуем его сейчас убить тогда. Накрафтим ману только себе. Пополним запасы все необходимые. И двинем к ней. К змее, то есть. Ну что, вперед. К змею тогда держим путь. Но вы всегда сможете опереться на крепкое плечо друга. А теперь загадка. Он зеленый. Мох? Нет, подсказка. Он голубой. Небо? Нет, еще подсказка. Он желтый. Кошачий глаз? Нет. Дедушка, вы издеваетесь. Правильный ответ. Разноцветный змей. Ой, он очень опасный враг. И чем он так опасен? Мы умрем, пока будем считать его цвета? Да, именно. Ладно, дедушка. Обещаем цвета считать не... Все. Хорошего дня. Этот старый балабол, форменный вредитель. Может укуснуть его? Так, для профилактики. Одно другому не мешает, нет? Ну что ж, идем к следующему боссу, к змею. Возможно, с ним мы тоже совладаем, как вы знаете. Нам повезет, конечно же. Заодно посмотрим, что они там по характеристикам. Я, кстати говоря, вот этих мобиков еще тоже не разглядывал особо. 126, ну тут такие, слушайте, 126, 96, 48. Это вообще неловкий, нифига. С резиней. Ну еще бы он ловкий был, на самом деле. Но меня, конечно, интересует сам босс, потому что это самое жесткое, что здесь будет. А вот потом нам наверняка скажут убить ту дамочку. Возможно... О, что-то выпало ботинки с комароха. Возможно, нам тоже что-то посоветуют, как бы. Дедушка, возможно, что-то расскажет. Очень интересная и увлекательная, как всегда он любит это делать. Ну, как знать, посмотрим, поживем и видим... Ух ты, какая, смотрите, змейка. Красивая. Это гремучая змейка, смотрите, на хвосте такая погремушка. Так, а змейку мне сейчас не покажут, да? Опа-на! Так, очень сильный удар у нее, на самом деле. Жесть. И она тоже ловкая. Да серьезно, что ли? 750. Камон! Камон! Ну, мне кажется, мы это не затащим, хотя хрен он знает. Очень какие-то здесь прям бустанутые боссы, знаете. В этом плане. Ладно, проверим. Сейчас, может быть... Может быть, все-таки у нас с ними что-то получится. Не буду я сейчас ей броню сбивать. Там 10 брони сбивается, херня полная. Ох, какая грозная. Буду хилить своих ребят, если что. Так, ну давайте, косичу. Уклонение. О, попал второй раз, так попал. Слушайте, может нам повезет? Она не так сильно пробивает, кстати. Вообще не сильно пробивает. Ха, так... Что-то как-то легко было. Слушайте, я даже удивился, если честно. Честно говоря, думал, что мы с вами не справимся. Костюм с комарохой еще тоже выполнен. Неплохо, неплохо. Неплохо костюм с комарохой. Да, замечательно. Ну что ж, мы с вами выполнили еще один квест. И получаем еще 700... Что-то как-то, блин, монет мало дают к этому же моменту. Можно, мне кажется, побольше монет давать. Ну ладно. Победа. Увы, конечно же, нифига люди не нашли. К сожалению. К сожалению. Пропажа в колодце. Его величество приказывает героям немедленно ля-ля-ля. Ну, убить, понятно. Вот эту вот дамочку, короче говоря. Нам с ней откроется новая локация. Но, как мы знаем, как мы знаем, дамочка, к сожалению, не поддается так просто. Мы, конечно, с вами можем попытать удачу еще раз. А вдруг нам с вами повезет на сей раз. И мы такие просто внезапно взяли и победили ее. Но она очень сильная. Поэтому давайте, я думаю, сейчас в последний раз попробуем. Не получится, значит, надо будет идти дальше качаться. Ну все, мы готовы. Набафаны, разодеты, приоружие. Все вот это вот. Давайте. А, конечно, нормально. Ну сейчас я быстренько пробегу, а потом пойдем. Ну что ж, отправляемся. Кстати, чувак, тут не пробегала пушистая рыжая кица? Да, но она этого еще не знает. Я четыре дня вылизался. Поэтому, мои дорогие, берегите кости с молоду. Зарядка по утрам побольше кальция. Вот когда я жил во дворце. Дедушка, а вы вообще собираетесь рассказать, что нам предстоит? Пятый час ждем. Какие нетерпеливые. Ну хорошо, главное берегитесь о кике. О, вот спасибо совет. Кого? Что еще за кики? Или о кике? Это древний дух, одержимый своей красотой. Ее многочисленные слуги собирают для нее мази, крема и косметику с всего света. А еще у нее самая большая коллекция костюмов. Уверен, что и королевский костюм у нее. Значит, убьем ее и заберем костюм. Но при чем здесь с зарядкой кальций? Зарядкой кальций? Во чем, детишки? Все с вами понятно, дедушка. Отдыхайте. Отдыхайте. Она настолько же красавица, насколько ты великий рассказчик. Так, ну что. Опять эти ловкие дайкончики, надеюсь, которые не причинят нам раньше времени вреда. И мы с вами с легкостью, надеюсь, эту красавицу Акики, уберем. Уберем с дороги с нашей. И, скорее всего, конечно же, там ничего не окажется. Потому что, ну, еще одна локация есть. Значит, скорее всего, там что-то будет происходить с костюмом и с этим. Но одно у меня, знаете, стойкое ощущение есть точно, что после того, как даже мы с вами разберемся с этой вот дамочкой, нам с вами предстоит еще где-то примерно в 500 миллиардов раз больше фарма, чем мы с вами до этого проходили. А вы-то не знаете, сколько я проходил? А проходил я очень много здесь этого фарма. Ух, шесть. Но ничего, ничего. Мы с вами справимся. Вот и сидит она. Я сразу руку на пульс кладу, да, чтобы, как бы, если что, подхиливать наших ребят. Не знаю, насколько это сейчас... Опа, уклонился, гад. Тихо-тихо-тихо-тихо. Че, спокойно. Все, без урона прошли, хорошо. Ну, давайте, понеслась. Пробуем. Даба-даба-даба-даба-даба-даба-даба-дабам. А что, красавица, давай мы будем с тобой разбираться. Не могла бы ты уйти просто отсюда и все. Да ладно, попали, нихрмесе. Ну, конечно, уклонились. Блин, у нас с вами есть какой-то шанс призрачный, знаете, мне кажется. Малюсенький такой призрачный шанс. Ой-ой-ой-ой, как больно, как больно, как больно. Давайте, хилимся, хилимся, живем. Живем, хилимся. Блин, как же она уклоняется, а, зараза. Ё-моё, как же она уклоняется все-таки. Так, давай-давай-давай-давай, да побейте же вы ее, ну пожалуйста. Просто жесть. Нет, мы, кажется, сейчас не затащим. Надо будет еще поднакачаться нам с вами. Если, конечно, только они сейчас не все не напьются этих наших замечательных зелий. Да как же ты уклоняешься. Господи, еще пол-хп у нее, а у нас вообще жопа какая-то. Я сижу просто переживаю за наших героев, потому что сами видите, что творится. Кто-нибудь по ней попадет? Пожалуйста, какой-то урон мизерный про нее вообще проходит. Просто невероятно маленький урон. У нас сейчас с вами зелье закончится уже. Так, давай, хилимся, маг. Хилимся, живем. Так, минус, ну все, все. Скорее всего, задница, я так думаю. Есть у меня такое стойкое подозрение, что задница. Хотя, может быть, нам повезет и когда-нибудь они по ней попадут. Но это не точно. Так, подхилился, нормально. Теперь ты хилься. Сдается мне, знаете, у нас с вами там буквально последние зелья остаются. Как же... О, 100 осталось! Ну пожалуйста, добейте вы ее, мое. Добейте, добейте, добейте. Просьбочка у меня есть такая, добейте. 104 хп осталось. О, камон. Да, как же... Да, есть! Есть, твою мать! Простите. Фу, боже мой, как это было потно. Как же это было потно. Я аж весь разнервничался. Но мы, тем не менее, справились. Просто, знаете, на тоненького, на последнем волоске вытянули. Нам повезло с вами. Ура! Нашли великий артефакт, серьезно. О, боже, великий артефакт. Спорим, ее давным-давно сожрала моль. Скучно. Кто даже не умер? Так, интереснее, кажется, что-то такое будет. Наконец-то костюм мой. Я стану великим и стильным, как прапрадедушка. Эм, все, что там было, это бумажка. Пустыш, что это значит? Где мой костюм? Вот это поворот. Измена. 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 Волшебные костюмы бывают только в сказках. Секрет успеха, здоровое питание и контрастный душ по утрам. Я так не играю. Отрекаюсь, идите вы все к черту. Все равно завтра у меня начинается интенсив-модельер за неделю. У нас больше нет короля, и что теперь? Вся власть народу? Нет, устрою большой турнир. И последний выживший получит корону. Какая глупость, турнир королем должен стать самый модный. Так завещали предки. Уважаемый старец, вы добрые и мудрые, будьте нашим королем. Что вы, что вы, такая ответственность, как я могу? А почему нет? Костюмчик у вас оригинальный, объявим хитом будущего сезона. Дедушка, вы столько раз помогали нам с советами, пожалуйста, помогите в этот раз. Господи, только не этот дед, пожалуйста. Пожалуйста. Серьезно, он будет теперь королем? Вот это поворот, действительно. Вы не оставляете мне выбора, хорошо, согласен, но если что, я не виноват. Ура, да здравствует король, да здравствует король. Отлично. Счастливо? С этим королем? Не смеши мои усы. Нет-нет, все в порядке, но советую паковать вещи. Конец? В смысле, конец, подождите-ка. Что-то происходит? Тусовка? А так подождите, это конец, все, сюжет типа кончился? Лол. Или нет? Сейчас посмотрим. Ну тут какая-то явная вечеринка празднует, все веселятся, что-то, да? Коронация, все дела. А, тут прям, жесть, это даже монстры. Забавный дедок слева. О, бог ты мой, это еще кто? Что за призрачный волк? Короче говоря, костюма ведь... Ха-ха-ха, вот этот вот девица, которым победили. Короче говоря, костюма нет, друзья. Костюма нет. Как говорилось, в здоровом стиле здоровый дух, да и все дела. Зарядки по утрам, вот это вот все. Так, и к чему-нибудь нас это приведет, или это будет так и бесконечно продолжаться? Нажмите Escape, нет, пропускать не хочу, может быть что-то интересное еще увидим с вами, давайте посмотрим. Хотя, с другой стороны, кажется, нет. Кажется, мы с вами видели уже все. Забавный чувак в костюме снеговика, тоже под королем сразу, который отлично танцует. Ну что ж, я думаю, да, можно, наверное, пропустить. И интересно то, что действительно конец получается, а как же еще локация? Пропажа в колодце. Так, победу, увы, не нашли, ля-ля-ля. Окей, а еще какие-нибудь задачи будут у нас с вами, или что, или это все? А, то есть мы с вами, получается, прошли сюжетную линию? О, это че такое? Бесконеч... О, ясно, понятно. Бесконечное приключение. Уровень 1. Ага, и можно улучшать за какие-то осколки, смотри. Так, вот это интересненько, смотрите-ка, за какие-то осколки. Давайте-ка отправим наших героев сейчас туда, только у них, скорее всего, зелье все кончилось. Блин, реально все кончилось зелье, как мы с вами вовремя успели? Охренеть можно. Так, давайте-ка, давайте-ка вот так сделаем тогда. Ну что, давайте, наверное, даже пробафаю их, что ли, я не знаю, у нас, в принципе, деньги сейчас есть. Просто ради интереса посмотрим, что это такое за приключение. Если это действительно бесконечная будет какая-то гринделка дальше, то, я думаю, собственно, на сюжете уже и надо будет заканчивать. Так, сейчас пробафаю, пробафаю. Ну, скорее всего, так и есть, что-то у меня такое ощущение, прям, знаете, стойкое, что просто дальше гринделка, гринделка, гринделка. Так, давайте так вот тоже пробафаемся, вот так вот и вот так вот. Все, поехали. Ой, я кого-то не бафнул, что ли? Подождите-ка. А что, я тебя не бафнул, пропустил как-то? Саре унделею не хотел. Так, все, ну что, готовы? Посмотрим хотя бы, ну тут как минимум падают те же самые листочки, вот эти вот эссенции падают, да, мощная эссенция. Куча, ну, в самом деле, ой, тут прям, ооо. Реально огромная куча ресурсов, монстров тоже очень много здесь будет. Прикольно, ну посмотрим сейчас заодно, что такое, поехали. Ооо, так тут, получается, все вообще монстры встречаются. Так они какие-то изейшие вообще. Ну, то есть, это вообще со всех локаций, так понимаю, да? То есть, мы этими героями сейчас можем спокойно здесь ходить и фармить просто разнообразно. Ой, тут какие-то новые ресурсы, смотрите, заряженные волоски. Что это такое? Это прям настоящие электрические скаты, а не волоски. Ладно. Так, у нас какая-то великолепная... А, нет, новые ресурсы, кстати, получается, с них падают. То есть, монстры, в принципе, те же самые, которые были, только немножко видоизмененные, точнее, их раскраска. И ресурсы, соответственно, с них другие падают, да? Шелк упал. Так, ну-ка, подождите, сейчас давайте пройдем. Шелк. Сейчас пройдем и посмотрим, что у нас там где-то перекрас... Опа. Желчь раскаяния. Хм, что-то новенькое все-таки, интересненькое. Листья знания. Ну, это очень легкий, типа, данж был. Только без денег. Или бы просто в этот раз не повезло. Бесконечное приключение, но оно и есть бесконечное. Просто сейчас давайте тогда уже досмотрим... Досмотрим, что здесь можно еще сделать. Аааа, у нас, смотрите, у нас с вами в крафтильнях всякие полезные новые штуки появились. Точнее, то, что как раз таки мы с вами можем перекрафчивать. Вооо. Так, ну рецепты... У нас по-моему шлем этот уже был давно. Но тут особенно ничего нового, видимо, не появилось, я так понимаю, да? Только то, что мы с вами будем покупать именно рецепты, я так полагаю. Скорее всего, так и есть, да. Мы, наверное, только сможем дальше... Ну, либо добыть, либо докупить их. И, в общем-то, и все. А так мы с вами, получается, в сюжет-то весь и пошли. Так, а что у нас с вами еще здесь есть? Давайте, тоже метеоритный слиток получился. Смотрите, тоже куча всякого разного добра. Здесь, конечно же, ничего нового, да. Только то, что... А интересно, нахерами-то нам нужны эти новые слиточки. Шпага. Ну, и шпагу мы с вами находили. Этот рецепт нам выпадал он. Здесь тоже шелковая ткань появилась, смотрите-ка. И, причем, она не так просто крафтится. Тут уже сразу нужно несколько ингредиентов. То есть, получается, что мы с вами берем шелк и берем проводящий порошок, который дается в лаборатории. Угу, в лаборатории тоже много чего, видимо, появилось снова. Да-да-да, вот оно. Вот оно, куча всякого разного добра. Прям реально много всякого разного. Здесь у нас сами имеется. Угу. Так, ну тут у нас тоже... Здесь три жерелья получилось. Увеличивает шанс критического удара для группы. Ну и два дополнительных статуса закрытых пока, к сожалению, для нас. Ну, точнее, не к сожалению, а просто закрытых мы с вами будем разные получать при крафте. Так, а здесь что-нибудь новенькое есть? Ну нет, по ходу дела ничего новенького не появилось. Как было, так и есть. Здесь, собственно, в библиотеке тоже все... По-старенькому у нас с вами, в принципе... Получается. Ну, здесь тоже самое, я смотрю, да? Да. И смотрите, мы можем этот данж улучшить. Нам с вами выпал какой-то, видимо, осколок или что-то такое. Но мы можем с вами поднять уровень этого данжа. Давайте так и сделаем. Так, уровень 2. Также понадобится опять один осколок. Либо, я так понимаю, может быть просто раз пройти. Ну, так или иначе. Давайте пойдем в бой. И что здесь, мам, вы стали сильнее, типа, теперь? Здесь мы будем с вами просто уровень поднимать, поднимать, поднимать. Ну, понятно, что это будет дело бесконечно. Мы будем качаться. Они будут бесконечно подниматься. Уровни эти, видимо, да? И просто будем фармить, и фармить, и фармить. Добыча всякая разная. Ну, короче, да. Тут тоже новые ингредиенты. Все понятно. Ясненько. Вот так вот это будет все дело происходить. Ну, да. Вот куча опять новых разных ресурсов нам с вами нападала. Плюс упал как раз-таки камень пустоты. С помощью этого причудливого камешка можно открыть порталы в другие миры. Ну, то бишь, вот эти вот улучшения произвести. Допустим, третий. Оп, уровень, да? Мы с вами еще не все ингредиенты здесь открыли, конечно. Не всех монстров. Ну, монстры, я так понимаю, называются так же, наверное, да? Волшебный. Ну, как бы просто гриб. А тут волшебный гриб. Зачарованный житель ближайшей деревни. В его душе нет зла, а лишь тревога и страх. Лесной волк. Ну, лесной... А, ну-ка, подождите. Давайте посмотрим, отличается ли описание. Не, лесной волк. То же самое. Опасный лесной зверь. Может, бла-бла-бла. Здесь то же самое, да? Опасный лесной зверь может... Ну, да. Ну, да, типа того. Ну, прикольно, на самом деле. Для тех, кто любит, знаете, провести вечерок за чашечкой чая, скажем так, после рабочей. Трудовой день, скажем так, закончить. Приходишь домой, не вошь чайку. И просто сидишь там, щелкаешь мышкой, грубо говоря, здесь. И что-нибудь параллельно еще смотришь, например. Вообще отлично. Зайдет, мне кажется. Так, ну что. Я думаю, мы тогда с вами на этом, наверное, и закончим. В общем-то, с данной игрой. Потому что сюжет у нас с вами закончился. Мы с вами, в принципе, посмотрели все аспекты данной игры. Довольно интересно было. Надеюсь, вам тоже понравилось. Всем большое спасибо. Я просто особо смысла-то дальше гринделку снимать не вижу. Ну, что, показывать вам, как я здесь буду пыхтеть над гриндом и просто что-то крафтить. Я думаю, в принципе, вы с этим сами прекрасно можете справиться. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. И спасибо всем, кто смотрел от начала и до конца. Надеюсь, вам понравилось. Игрушка довольно забавная. Такая гринделочка получается. Расслабляющая. Не забывайте комментировать, нажимайте колокольчики. А мы с вами, как всегда, увидимся в новых интересных играх. Всем до скорого и пока-пока.